Компания ViewSonic достаточно поздно присоединилась к числу производителей нетбуков. Сегодня в активе компании всего две модели, и нам досталась наиболее компактная из них. При этом оба компьютера заслуживают внимания и отличаются довольно удачными характеристиками. ViewSonic VNB101 – это недорогой, но при этом достаточно функциональный и привлекательный с точки зрения дизайна нетбук. Модель ориентирована на пользователей, которые имеют небольшой бюджет, но при этом хотят получить стильный и производительный компьютер. Нетбук имеет скромную, но достаточную для полноценного использования комплектацию. ViewSonic VNB101 поставляется с литиполимерным аккумулятором емкостью 3400 мАч и компактным зарядным устройством. Также в коробке пользователь найдет документацию и диски с программным обеспечением и драйверами. Так как компьютер оснащен предустановленной операционной системой Windows XP Home Edition, никаких действий перед началом использования выполнять не приходится. Корпус нетбука выполнен полностью глянцевым. Такое решение делает модель более привлекательной с точки зрения дизайна, но менее практичной для активной ежедневной эксплуатации. Нетбук оснащен экраном с диагональю 10 дюймов. Его вес составляет 1,1 кг с учетом аккумулятора. По результатам тестирования в Battery Eater 2005 Pro батарея емкостью 3400 мАч обеспечивает всего 2,5 часа автономной работы, что совсем немного для современного нетбука. Нам досталась модель черного цвета, но доступны модификации красного и золотого цветов. Верхнюю крышку обрамляет хромированная рамка. Широкоформатный дисплей с соотношением сторон 16 к 9 имеет разрешение 1024 на 600 пикселей и оснащен светодиодной подсветкой. Благодаря этому пользователь получит изображение с равномерной подсветкой. Экран окружает достаточно широкая рамка, в верхней части которой установлен объектив веб-камеры с разрешением 0,3 мегапикселя. Отверстие микрофона находится под дисплеем, а для динамиков нашлось место на передней грани корпуса. Что касается элементов управления, то они особенно порадовали. Полноценная клавиатура позволяет активно работать с текстовыми данными, а крупный тачпад с матовым покрытием с легкостью заменит внешний манипулятор. Важным преимуществом нетбука является невысокий уровень шума и незначительный нагрев. Вовьюсоник VNB101 установлен привычный для ноутбуков процессор Intel Atom N280 с частотой 1,66 ГГц. Модель оснащена 1 ГБ оперативной памяти и винчестером емкостью 160 ГБ. Стандартный для данной платформы видеоадаптер Intel GMA950 обеспечивает достаточный для нетребовательных приложений уровень графической производительности. В результате в тесте PCMark 05 нетбук набрал 1718 баллов. Это хороший показатель для новичка в данном сегменте. Как и большинство современных нетбуков, этот работает под управлением операционной системы Windows XP Home Edition с третьим пакетом обновлений. Функциональность VUSONIC VNB101 типична для ультралегких компьютеров. На левой грани корпуса находится интерфейс USB 2.0 и аудиоразъемы. Еще один слот USB расположен на правой грани, но двух разъемов нетбуку явно недостаточно. Производитель решил задействовать и заднюю панель, установив на ней разъем VGA, отверстие для кенсинтонского замка, розетку зарядного устройства и разъем для подключения сетевого кабеля. Там же установлен картридер, поддерживающий 5 форматов. Secure Digital, Secure Digital High Capacity, Multimedia Card, Memory Stick и Memory Stick Pro. VUSONIC VNB101 оснащен необходимыми беспроводными интерфейсами, модулями Wi-Fi стандарта 802.11BG и Bluetooth версии 2.1 с поддержкой EDR. Незначительные недостатки нетбука в полной мере компенсируют его демократичная стоимость. VUSONIC VNB101 можно назвать удачным вариантом для пользователя, который хочет потратить на покупку мобильного компьютера немного денег и при этом получить достаточно функциональную модель. Также к преимуществам нетбука нужно отнести хороший экран с диагональю 10 дюймов и удачную клавиатуру, позволяющую максимально продуктивно использовать компьютер в поездках. В целом можно считать, что производителю удалась первая модель в новом для нее сегменте техники. Хотя, несомненно, в VUSONIC есть еще над чем работать. Редактор субтитров А.Семкин